рада приветствовать всех моих дорогих зрителей на моем канале и друзья да я начала еще один новый процесс о котором я бредила уже очень долгое время и вот вчера мы общались по закрытой трансляции с юлечкой исакиной и она мне уже восьмидесятый раз говорит начинай начинай ну хотя бы 10 крестиков от шеи чтобы ты успокоилась потому что ты уже бредишь долгое время и я все откладывала это начало потому что я понимаю что у меня много начатых процессов но у меня тут были несколько свободных было несколько свободных дней я очень много видео пересмотрела с итогами с планами с процессами которых которые девушки вышивают на данный момент и обнаружила что много вышивальщиц вышивает ни одно ни две и не восемь работ и поэтому я думаю чем я хуже почему я не могу себе позволить эту радость и осуществить свою еще одну вышивальную мечту вот так вот я подумала подумала и юля меня еще так знаете подбодрила пинок дала под одно место и я закончив определенный участочек вышивать на своей хустынке пошла на второй этаж взяла набор открыла и начала вышивать по цветам вы наверное догадались да это уже вот по названию видите gold collection от dimensions прошу прощения ибо цветам самым красивым лиловым фиолетовым сиреневым да я эти цвета очень полюбила я просто восторге ими вышивая да это набор ну-ка это набор прекрасная балерина она мне так сильно нравится что я просто сашу я уже просто достала я ему все говорю ну посмотри какая она красивая посмотри какая у нее это пачка посмотри какая у нее ножка посмотри какой у нее взгляд какая она прекрасная ну на самом деле я по-другому назвать эту картину не могу только как прекрасная балерина в оригинале картина называется балерина beauty что и переводе и означает прекрасная балерина или великолепие балерины ну все-таки наверное прекрасная балерина мне здесь нравится все конечно особенно мне нравится эффект вот этого вот прозрачного материала и и пачки но это настолько проработать надо этими нитками я вообще я так жду когда я отошу это платье знаете я даже больше наверное в предвкушении и в ожидании отшива именно вот этого ее платья пачки танцевального костюма и нежели ее личико ну конечно личико это понятно я тоже жду ручки ножки вот эти пуанты но вот это платье меня просто покорила как создать вот этот вот вот эту прозрачность я вообще не понимаю мне так вот такое чувство кажется что ну реально но прозрачное что просвечивается вот этот вот шелковый шелковое покрывало на котором она сидит ну я не знаю по мне так это вообще абсолютно гениально сделанная схема в оригинале это есть картина к сожалению я опять же порыве снимаю видео я не посмотрела художника но это схема разработана по оригинальной картине так что еще хотелось что-то сказать вот надо все-таки записывать все что хочешь говорить потому что столько хочу сказать и все забываю в общем я начала в попыхах и ну очень счастлива вышиваю уже третий день запоем не могу оторваться мне очень нравится и кстати фон и почти вся ее пачка вышивается полукрестом поэтому думаю что эта картина тоже пойдет достаточно быстро а вот вспомнила я где-то слышала такие мнения что данный набор дименшинс считается один из самых сложных наборов я не знаю правда это или нет но где-то я то ли в каком-то видео слышала то ли где-то на каком-то форуме читала что если вышивающийся вышивает уже вот эту именно картину то уже уровень вышивающийся считается высокий но я не знаю насколько это правда пока что я ничего сложного не заметила фон вышивается максимум пока я встретила в пять нитей это конечно же тяжело я уже погнула две иголки оригинальная иголка которая была вложена в набор вообще там по моему 26 номер но это никуда не годится я ее сразу отшив там пять полукрестиков сразу просто выкинула потому что она в непригодном состоянии стала я тогда взяла свои иголки номер 24 от дмс и тоже несколько голов погнула поэтому я заказала себе на ebay двадцать второй номер ой моя организация вообще никакая не замысловато но давайте сначала я вам покажу то что у меня получилось а получилось у меня вот такая красота да я опять же дело обработала сама канву нацепила ее на пальцы эльбис которые я купила которыми я безумно довольна они такие легкие такие удобные такие мягенькие так хорошо держит эту канву даже такую огромную вот потому что картина достаточно большая получается 36 на 36 сантиметров отрезок канвы очень большой меня так впечатлил как то даже мне кажется больше чем мой отдыхающий леопард и вот эта пачка у меня сейчас вот тут так получается посмотрите какая красота конечно пока что здесь ничего еще не видно вот этот промежуток вышивался в пять нитей вот здесь вот все и конечно было не очень легко но знаете так вышиваешь и вышиваешь себя полукрестом схема была расположена на четырех листах вот на одном листе расположены все фрагменты как они должны быть вот такая вот моя балерина все мне нравится все удобно схема чуть-чуть мелче по моему чем у леопарда но я по этому поводу не заморачиваюсь и насколько я понимаю здесь кстати совсем немного бэкстича только вот возле ее плеч личико наверно ручки ножки и волосы ну и там чуть-чуть на пачке очень уже жду клиник когда вступит в игру потому что тоже мне очень интересно посмотреть как это все будет блестеть ножка ну безумно красивая картина я вообще обожаю таких девушек сексуальных красивых такие они нежные ну я не знаю мне просто очень нравится и этот набор также такой путешественник его мне также инга прислала моя сестра с англии потом я его обратно забрала сюда в англию в общем туда-сюда катается так что по организации у меня как говорю вышиваю на пальцах очень мне удобно тут у меня лежат следующие листы схемы которые я буду вышивать вышиваю как вы поняли я с левого нижнего угла и опять таки на том листе вот на этом сейчас у меня схема на обратной стороне ключ но это конечно абсурд полнейший не по не устану повторять как дименшинс так вообще может делать настолько необдуманно я думаю может им точно надо писать какие-то мэйлы хотя то что я там напишу и вообще наверное по барабану я сделала себе копию но мне конечно же в магазине сделали неудачную копию так как мне стандартный здесь размер поэтому мне надо было как видите написать нехватающие циферки к к номерам ниток кстати девочки хотела у вас просить вот здесь есть такие вот указанные кто может вышивала уже этот набор указанные номера вот допустим вот этот да вот здесь вот и написано что not used for stitching ну то есть не для вышивки а для чего тогда не могу понять зачем вот это надо зачем эти номера и я искала на органайзерах таких номеров вообще нет что это имеется ввиду я не понимаю может быть если вы знаете подскажите я буду вам очень очень благодарна так ну и в этой папочке оригинальной меня лежит сама картинка я периодически на нее смотрю вдохновляюсь говорю саша какая она прекрасная саша грида да прекрасная сколько еще раз ты меня спросишь потому что уже за день так 89 раз примерно мне объясняешь какая прекрасно но я не могу просто ей не нарадоваться налюбоваться это наверное будет одна из моих самых любимых картин потому что она мне но очень нравится я у меня нет слов чтобы описать мои чувства которые я испытываю когда я смотрю на нее и вот на это ее вот особенно вот этот вот промежуток ее но не промежуток вот этот вот кусочки ее платье так схема и лежат здесь дополнительные ниточки которых тоже такое достаточно большое количество хотя мне говорили что скорее всего не так не хватит ну я настраиваюсь не так я вышивала два набора дименшинс мне хватило не так правда не были и мини но все же мне хватило и вот в таком отдельном пакетике у меня лежат мои вот эти вот органайзер от дименшинс все мне удобно я конечно же заплела косички по вашим рекомендациям спасибо вам огромное мне это очень удобно ниточки не путаются полнейший порядок них все снимаю девочки на телефон потому что потому что так удобнее мне на сегодняшний день вот все вот так у меня в косичках все красиво все мне нравится цвета да как еще раз повторюсь лиловые фиолетовые сиреневые но мне это все очень нравится я почему раньше не ну не то что не любила лиловые цвета просто мне мама всегда говорила что этот цвет это все сиреневые цвета это цвета старой девы поэтому я их как-то не любила мне мама говорил что такие цвета вообще не могут нам нравится но в принципе цвет то самый самый по себе то красивые поэтому я решила что опять таки верить каким-то дурным приметам каким-то суеверием, вообще бестолковым я не хочу, и поэтому я наслаждаюсь этими цветами, вышиваю, радуюсь и чувствую себя очень счастливой. Так, еще я себе в помощь взяла вот такой органайзер от ДМС, такой очень тоже красивый, с розочками все подходит. Сюда я навешиваю кое-какие остатки, потому что, девочки, я вышиваю по цветам. Не знаю, в последнее время меня что-то вообще не возбуждает парковка, я беру одну ниточку и по возможности ее отшиваю в каком-то промежутке. Но бывает, что какой-то цвет, например, какой-то у меня тут цвет, по-моему, вот эта вот звездочка, если я не ошибаюсь, да, звездочка у меня нацеплена, вот тут на этом промежутке ее было столько вот столичка. И я ее отшила, и, конечно же, у меня осталась ниточка, поэтому я наклеила липучку со значком звездочка и сюда просто прицепила. И когда я уже, да, в дальнейшем в схеме встречу этот значок, просто опять же возьму вот органайзер, отсюда ниточку и буду дальше продолжать вышивать. Ну, надеюсь, вы меня поняли, для чего мне такой органайзер. Не хочу никаких пако, никаких дубко, ничего, никаких игольчатых органайзеров вообще не хочу. Не знаю, хочется мне как можно проще организовать мой весь процесс, чтобы захотела повышевать, взяла. Весь организация вся у меня сложный такой пакетик, это мне тоже подсунула идею Юлечка Исаакина. Говорит, разложи все свои пакеты по подарочным пакетам и взяла, захотела, повышевала. Ну, а для того, чтобы разложить по пакетикам, надо, конечно же, как можно, минимизировать все свои вот эти агрегаты вышивальны, поэтому я не хочу никаких органайзеров, ничего не хочу. Возможно, в течение вышивки я что-то изменю или не изменю, посмотрим, не знаю. Пока что хочу вот так, как можно проще. Повышевала, раз-раз, все в пакетик сложила и вот в этот вот подарочный Соне пакет. Вот так, мои друзья, так что поздравьте меня. С этим набором я не хочу вступать ни в какой проект, потому что я уже участвую в двух проектах. И мой любимый Dimensions от Аллы Белочки, и женский образ от Оксаны Дерезы. И этот процесс я хочу его вышивать именно, вот его выделить как один такой прекраснейший, самый прекрасный. Хотя подошел бы он и под голд, и под прекрасный образ женщины, но я хочу его вышивать без всяких СП. Так что вот, порадуйтесь за меня, скажите, что я все вышью. Спасибо вам авансам. Все, спасибо за внимание, вот такую красоту вышиваю, чувствую себя безумно счастливой. Все я вышью, все я сделаю, потому что я всегда довожу все свои работы до конца, раньше или позже. Имея в виду то, что у меня огромный сейчас есть порыв, у меня рвение, у меня прям очень хочу вышивать, очень хочу с вами общаться, очень хочу выкладывать много видео, поэтому все будет окей. Все, спасибо всем за внимание, всем красоты, скорейшей весны. Всех обнимаю, всем пока. Муа!